Экологи объявили о старте двухмесячника. Это значит, что инспекторы приступили к круглосуточному дежурству. Специалисты следят за нарушителями ночами. Чаще объект это КАМАЗ, выгружающий отходы в неположенном месте. На охоту взяли и нашу съемочную группу. Что с теми, кому не удалось свалить, расскажет Евгений Евневич. Лишь только наступает ночь, экологи выходят на охоту. На первый взгляд сценарий из фильмов ужасов. Ужас же наводят на недобросовестных руководителей, которые очень любят сэкономить и выбросить, например, строительный мусор там, где этого делать категорически нельзя. Две задачи стоят здесь. Это выявление, пресечение и предупреждение фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города. И вторая задача. Это также выявление, предупреждение и пресечение фактов безлицензионного метропользования или, иначе говоря, добычи общераспространенных полезных ископаемых. Разделившись на 16 экипажей, экологи отправились в самые популярные у нарушителей несанкционированной свалки. Буквально через полчаса первый улов. Злоумышленников поймали с поличным на улице Архангельска и Кировского района. Это место для нарушителей одной из самых любимых. Свалка растянулась почти на 3 гектара. Места, отведенные для этого, как объясняет водитель, он не поехал в самосыру, в санкционированную свалку, потому что там, по его словам, нужно платить деньги 600 рублей. Поэтому в пределах города, никуда не выезжая, он как бы экономит деньги, не нужно платить и вываливает. Ну, вот в пределах нашего города. Конечно, зачем ехать далеко, тем более расставаться со своими кровными, когда можно ночью незаметно, на первый взгляд, выбросить отходы строительства. На этом уже делают бизнес. Частники на самосвалах за определенную плату обещают в кратчайшие сроки утилизировать мусор. Берут за это не очень много, чуть больше 3000 рублей. Вот и пытаются компании сэкономить, ведь только за одну легальную поездку и только принимающей стороне нужно заплатить 600 рублей. Я осознаю свою, как бы, вину. Я ничего не отрицаю. Но здесь осознаю, что здесь происходит. Я до этого вас... Вы знали, что сюда нельзя вывозить? Я не знал, потому что, ну, зимой два года подряд сюда снег вываливаю. Я на это же место приехал суббрук. Сюда зимой снег нельзя вываливать? Теперь уже сам исполнитель должен будет заплатить штраф, но наибольшие материальные потери понесет именно экономный заказчик. На юрлицо у нас, значит, штрафы на сегодняшний день составляют по первой части от 200 до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении от 500 до 1 миллиона рублей. Вот. Но и плюс на этом процедура сама не заканчивается. Мы все материалы передаем в Министерство экологии, которые уже непосредственно... У них есть определенные коэффициенты, по где сброс был, какой мусор и так далее. Это они все определяют по нашим предоставленным материалам. И они уже рассчитывают ущерб. Тем не менее, даже такие цифры нарушители не пугают. Русский авось еще никто не отменял. За один только прошлый год в Казани выявлено было 38 несанкционированных свалок. Евгений Евневич, Алексей Захватов. Вести Татарстан.